Просто шла по городу, произошёл взрыв, обломки от мины. Или чего, я не знаю, что это было. Попали мне в лицо. Меня травмировало. Мне оказали помощь наши военные. Потом мне сказали, что это была медицинская рота, расположенная у нас в городе. Елена вспоминает тот день, который изменил всю её жизнь. 20 июня прошлого года, когда она вышла на прогулку в парк Лисичанское, в тот момент начался обстрел. Осколки российского снаряда попали ей прямо в глаза. Я помню, что после взрыва почувствовала резкую боль. И помню, как меня несли на руках наши военные. Говорили, женщины, разговаривайте, не теряйте сознание. Говорили, кто вы, как вы, где вы живёте. Мы вам окажем помощь. Первую помощь ей оказывали украинские военные медики. Затем её отправили в Днепро, где она почти три недели была без сознания. После того, как состояние женщины стабилизировалось, её направили во Львов. Центр – Unbroken. Я не знала, что у меня нет правого глаза, пока я не приехала во Львов. Осколки снаряда причинили серьёзные травмы. Елена лишилась правого глаза и в верхней части носа. После того, как узнала о своей травме, говорит, потеряла интерес к жизни. Однако врачи убедили, что сделают всё возможное для восстановления. Первая операция была одной из самых сложных. Рану на лице хирурги закрыли, пересадив часть кожи. То есть мы забрали лоскут с лба, ротационный лоскут. Перевернули его и закрыли дефект. Здесь ушили. На сегодняшний день видим, что кровонаполнение лоскута достаточно хорошее. Видите, кожа в пересаженном участке не отличается от окружающих тканей. Таким образом мы сформировали сначала мягкие ткани. А вот теперь будем думать, как делать реконструкцию этой средней зоны лица, то есть костного скелета. Уже после первой операции Елена решилась вернуться к работе. Она преподает в школе химию, биологию и основы здоровья. Во Львове она живёт в модульном городке и уроки для своих учеников из Лисичанска проводит онлайн. Дети не видели моё лицо после травмы. Я не хочу расстраивать детей. Они знают, что я была травмирована. Знают, что я очень много лечилась. Очень рады были, когда я начала с ними работать. Пока что уроки проходят только в аудиоформате. Елена говорит, включить камеру планируют тогда, когда пройдёт следующая операция. По плану, в ходе второго этапа реконструкции лица хирурги должны восстановить костный дефект. Его надо развернуть сам нос. Как это сделать, я думаю, путём иссечения и остеотомии, то есть рассечения костных сегментов, а затем поставить нос и установить спинку носа. Думаю, мы сделаем индивидуальный протез пациентке и будем решать, как пересадить реберный хрящ. Кроме того, во Львовском центре Елена прошла курс телесно-ориентированной психотерапии. Это позволило снова вернуть чувствительность правой части тела. У вас все мышцы были очень напряжены и, скажем, ощущение такое на голове, тугого шлема. А на плечах грудной отдел, передняя и задняя часть, как будто в два рюкзака одеты. Сейчас этого ощущения нет. От него мы избавились очень легко. С помощью правильного дыхания, отладки, микроциркуляторных свойств и кислородного обмена. А сейчас переходим к работе с лицом. Там, где есть операционные швы, мы будем с ними работать. Елена прошла и психологическую реабилитацию. Говорит, благодаря этим консультациям стала более уверенной в себе и даже согласилась на участие в фотопроекте, посвящённому тем украинским женщинам, чьи лица и тела также изуродовала война. Я подумала, если я осталась жива, то что-то я ещё не выполнила, какая-то миссия у меня есть на этом свете. Так я подумала, что надо бороться с этим, не падать духом, быть уверенным в том, что всё будет хорошо, что мне помогут. Я согласилась принять участие в этом проекте, только потому, что я могу своим примером помочь другим людям, другим женщинам побороть этот ужас, неуверенность в себе. Как тогда, когда мне снимали повязку, я также говорила, что я чувствовала себя, будто я голая. Сейчас Елена с нетерпением ждёт вторую операцию и мечтает, что после лечения и победы Украины сможет вернуться в уже освобождённый от российских оккупантов Лисичанск. Я желаю, чтобы наступил мир. Все люди, которые находятся на территории нашей страны и других государств, дети, родители, все вернулись домой, пришли в нашу родную школу, зашли в родной класс, все встретились, обнялись и продолжили своё обучение в нашей родной школе Лисичанский лицей-30. Юлия Биль для телеканала Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова